Любовь Любовь Такое таинственное и до конца неразгаданное чувство Никем не разгаданное Ей посвящают стихи, сонеты и сонаты Они снимают фильмы, ради нее совершают подвиги и открытия Но сегодня мы поговорим о загадочном чувстве с улыбкой Тёплой весенней иронией, иногда даже лёгкой насмешкой Наши герои разные люди Грустные и наивные, обидчивые, добрые, доверчивые и не очень В общем, в каждом из них вы узнаете своих знакомых, коллег и друзей, соседов и приятелей А возможно и самих себя И представлять их будут актеры нашего театра Смотрите и слушайте эти разные-разные лица АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это вы тогда собаку тут усилили для меня А что? Ну я Это вы тогда в окошко запустили воробья А что? Ну я А то что целый день потом гонялся пеоз за воробьём А что? Ну да, что? Они играли на спектакль, пустили медленно для вас. Да ну! Это очень несолидно, и вам должно быть стыдно. Ну да, еще чего. Ведь я все это делаю, по крайней мере, год. Ну да, и что? И вам все это нравится, а не наоборот. Ну да, и что? А то, что для меня это все не ерунда. Ну да, и что? Ну да, и что, ну да, и что. Чего вы придираетесь? Скажите «да» или «нет». Ну да. Представьте, что в гостях вам очень понравилась девушка, и вы решили проводить ее домой. Ну, как это обычно бывает, нелепая случайность рушит все наши романтические планы. Михаил Зущенко, любовь! Вечеринка закончилась. Передо мной стоял Вася Чесноков и говорил ему. Обождите, с радостью мою. Обождите первого тромба. Ну, куда же? Куда же вы его? Вот тут и посидеть можно, и обождать можно. И все такое. А вы идете. Вот вы, например, спотершик. Я тоже спотершик. Так ведь и захворать, но можно же по морозу. Нет, ну и какой вы кавалер, который не может даму по морозу проводить? Я ж спотершик. Я ж спотершик. Ну, одевайтесь. Мы вышли. Светила луна. Холодно как? А холодно? А я бы вот ни за что другую даму не пошел провожать. Только же за любви к вам и пошел. Да бросьте, Вася. Посмотрите лучше, какая чудная красота, когда луна светит. Какой красивый город по ночам. Да, да. Какая чудная красота. Да, да, да. Замечательная красота. Вот вы знаете, Мария Васильевна, многие партийные люди и ученые отрицают чувство любви. А я не отрицаю. Я буду считать вам чувство любви до самой смерти. И до самопожертвования. Вот скажите, ударься, Вася, Чесноков, головой об ту вон стенку. Да бросьте, Вася, бросьте. А хотите в канал брошить? Хотите? Я брошусь. Васечка, не надо. Стой! Слышь, что гуляете, граждане? А что орете? Ну, ты выбра, скидывай пальто доживо. Опикнешь, стукну, побалди и пропал. Понял, сволочь? Смотник. Ну? Как же так? Снял? Вот, вот. Иди сюда, иди, иди. Вот. И шуба, и боты, и варежки. А меня... Я был как сокол. Дамочки сыпешь, понесешь узлом и засыпался. Знаешь, что делаю? Снял? Ну, ей варежки, и шуба, и боты. А меня грабил. Ну? Понял. Извальки, извальки, извальки. Сиди и не двигайся, и зубами не колоти. Обикнешь, стукну, побалди и пропал. И ты, дамочка, тоже. Дождались. Я ее провожаю. Я имущество лишайся. Да? Караул. Крамер. Любовь. Луна. Дурак. Вы никогда не задумывались, что одно из самых страшных человеческих качеств это мстительность? Иногда просто диву даешься. До чего же может довести женское ковальство? Цилиндром на солнце сверкает. Цилиндром на солнце сверкая, ха-ха. Надевший барадный сюртук. В аллее денистого сада, ха-ха. С Варуськой я встретился вдруг. Гулял я с ней четыре года, ха-ха. На пятый я ей извинил. Однажды в сырую погоду Я зуб коренной простудил. От этой мучительной боли Всю ночь до утра я орал. В конец потеряв силу воли Но в ногу врачу поскакал. Врач грубо схватил меня за горло Связал мои руки назад Четыре здоровые зуба Раз, два, три, четыре Он выдернул с корнем подряд В тазу лежа четыре зуба Ха-ха. А я, как безумный, рыдал Ах, женщина врань как раздала Ха-ха-ха. Я голос варушеку узнал Тебя я безумно любила Но ты изменила мне палач Теперь я тебе отомстила Из леник и подлый трепач Шалон своего кабинета Возьми свои зубы в карман Носи их в кармане жилета И помни, Маруськин, обман Незавтра на солнце Сверкая сахар Хожу я теперь без зубов И как отомстить я не знаю За эту Маруськину любовь Всем известно, что самые хрупкие Доверчивые и чувствительные люди на земле Это поэты Ах, фиалка Ах, тонкий ароман Ах, розовый бутончик Поранить нежную душу поэта Так легко и безжалостно Просто Михаил Живанецкий Баба Яга С минуты в шесть часов утра Я снимаю тюрьму Здравствуйте Позовите, пожалуйста, бабу Ягу Что? Кто? Какого дьявола? Нет-нет-нет, дьявола не нужна Именно бабу Ягу Это кто звонит? Это мама одного нехорошего мальчика Это баба Яга? Эй, это кто? Чего? Какая мама? Какого мальчика? У меня мальчик балуется Звать Семочка Это баба Яга? А я тебе баба Яга У вас там что, мозги повылетали? Я артист Я только лег Как хорошо, что вы сразу взяли трубку Да, это я взял тут Я забыл отключить телефон И вы меня наказали тут же Тут же Алло, баба Яга Я сейчас положу Нет-нет, не плодите, пожалуйста, на трубку Мальчик очень избалован Он черной краской раскрасил белые стены Он разметил настольную лампу Сюда, да Папа ударила Папа лежит Вот пусть током ударенный папа им и занимается Что? Да нет, нет, нет Я артист, я не сплю по ночам Я принял снотворное Папа Яга, пожалуйста, поговори с Семочкой Да я его паскудника по стене размаху Да, 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 вот-вот Что вот-вот? Вот так и скажи ему, папа Яга Постой, постой Если я ему два слова скажу Он у меня весь год разговаривать не сможет Да я за то, что вы меня разбудили Всю его молодую жизнь прокляну И его самого паскудника Господь, я даже его трубку Тетя Тетя Так вы, баба Яга? Идиот Я тебя сейчас рожу переверну И на задницу ее надену Ты меня понял? Да я за то Да ты у меня теперь Не то, что порядочных людей по утрам Ты мамы своей будешь бояться Тетя Так вы, баба Яга? А ну молчать Я тебе все твои ручонки с ножонками повыдергиваю Тетя Так вы, баба Яга? Артист полнокровно живет только ночью У артиста рассвет в три часа дня Тетя Так вы, баба Яга? Ты что, не слышишь? Я тебе объясняю русским языком Не трожь артиста, а бодыш Артист существо возвышенное Если вломит один раз Всю жизнь отхаркиваться будет Криса однозубая У тебя свисток есть? Есть Знаешь, куда я тебе его вставлю? Во сне будешь свистеть Сам себя будешь свистом будить Вот дернешься и свистнешь Не трожь артиста Не реви мне на улице Не реви к маме Там ему и место Забейся тоже Все углы забейте Катуом своим забейте Мамина Сема Папу своего ударенного Током буковок забей Спасибо, баба Яга Можно я буду звонить вам в утро? Стой! Стой! Мамина Сема Дай мне свой номер У меня тоже проблемы есть Все мы с детства любим сказки Незабываемые герои наполняют их мир Красная шапочка Милая, добрая, чуткая, заботливая девочка Но время идет И меняются сказочные герои Могла ли с ней произойти такая история? Судить вам Замок стоял на холме Небольшой Слегка пошарпанный от ветров и дождей Некоторые камни его потемнели И покрылись мхом На холм перед ним упорно карабкалась девочка лет двенадцати Поскальзываясь и пыхтя Она глядела прямо на замок И ее упорство было вознаграждено Забравшись Она увидела ров И опущенный мост к воротам Во рву плавал крокодил Дохлый что ли? Она прошла по мосту И ногой стала долбить в ворота Открыто! Заходи! Я здесь! В небо принца! Волк! Ну да! Волк! А ты кого ждала увидеть? Ну, принца хотелось бы! Давно ты, милочка, принцев видала? Ну, я в книжках читала! Мне мама рассказывала! Принцы! Они то в книжках, то в притчах и остались! Хотя... Что это я? Пойдем, что тебе покажу! Они прошли по коридору в дальнюю комнату, где висели портреты неизвестных и не слишком симпатичных мужчин Вот, смотри! Принц Альберт Первый умер от обжорств! Съел все! Даже коня не пожалел! Второй принц Зигмунд Третий в разгар балла выполз с балкона и свернул себе шею! Принц Третий Вильям Новоземский Подхватил французский насморк и... А! Хотя рано тебе знать об этом! Французский? Это как? С облями захлебнулся шой! Ну, типа того! Подрастешь, поймешь! Вот, представь! Выйдешь ты за такого замуж! Думаешь, он все бросит и с тобой будет? Ага! Вот хренушки! Балы и пьянки продолжатся! Ты будешь, как золушка, сидеть на кухне с детьми, а он дальше гулять! Оно тебе надо? Да, капец все сложно! Ага! Ты нормальный вроде? Ты сама-то хоть кто будешь? Я шапка красная! А-а-а! Слышал, слышал! Хутючая-то какая! Кто-то к детей нынче одевает! Пирожок будешь с мясом! А с чего? Кого мясо-то? Ну, в смысле, с чего? Да не бойся! Не из принципов твоих! С мясом дракона! А дракон-то откуда? Да! Был тут один вредитель недомерок! Размером, что-то ворона! А все туда же! Измучил шторы поджигать! Я только новые повешу туток! Бат! Ну и больше! Ну давай, раз не из принципов! Ага! Они прошли на кухню, и беседа продолжилась! А здесь самка, как твой показался? Да, бродил, ходил, замок бесхозный стоит, чего б не пожить! А крокодил дохный там плавает? Да нет! Это он стервятников заманивает! Притвориться дохом он потом раз, и еда у него в кармане! Ну, пасти только! А меня не тронул! Уговор у нас! Людей не трогай! Вот ты, значит, говоришь, принц плохие! А ты хороший, то три поросенка, то семеро козлят! Сам, похоже, их всех удачи! Ты это не наговаривай! То ж по службе было! А по службе-то как? Ну вот, смотри, три поросенка! Добрый, милый свинк! На деле, воровство стройматериала, самозахват земли, незаконное строительство! Ну, с двумя-то я сам справился! А третье управление в свои руки взяло! Ну, уровень, огласка! Или семеро козлят! А ты в курсе, что их мать от них дома запирала? Ну да, от тебя и запирала, чтоб не съела! Правильно и неправильно! Почему запирала? Потому что уходила то на неделю, то на две, то к сектантам, то в кошкин дом кутить! Пришлось дверь ломать, детей в детдом отвозить! Ну, ничего, одумала, сказала, работу нашла! Вернули мы ей детей! Ну, поглядываем! Еще пирожок? Да нет, хватит мне еще в бабуле топать! А, это та, что за лесом живет! Да, она самая! 90 лет уже, помогать надо! Старая знакомая! Были мы моложе! Ух! Что ух? Да не важно! Давай я тебе дверя в корзинку соберу! Ну, давай! Вот, пирожки, кролик пасхальный! А кролик откуда? Да импортный! Бегал тут, обворовывал все яйценосное население леса! И яйца химикатами раскрашивал! Маньяк! А может тебе стивку-бурку вызвать? Да не, я сама! Ну, ты это, заходи, если что! Если охотников встретишь, так и передай! Пусть зайдут, надо лицензии проверить! Зайца увидишь! Так и говори! Ну, погоди! Измучил самогонкой капустной, весь лес не споил! К медведю белки ходят! Взаймы брать! Шапка уходила в непонятках, чапкая резиновыми сапогами по осенней слякоти! Плохие принцы, добрые волки, хрена Лысого тут разберешь! Ну вот! Еще одна одумалась, а то принцев им подавали! Где их взять-то, принцев, нынче? А в кухне уже раздался ароманжаренной курочкой рябы, попавшейся за подделку ювелирных изделий. Удивительное все же существо! Женщина! Всегда доверчива, умна, беззащитна и прекрасна! Антон Павлович Чехов Из дневника двух девиц Наконец-то и на моей улице праздник лежу и не верю своим глазам. Под моими окнами выходит статный, красивый брюнет с голубыми влажными глазами. Лусы просто трелесть! Ходит уже пятый день, от раннего утра до поздней ночи. И нашел к нас морду, где ловит и не обращая внимания. Сегодня с самого утра проливной дождь, а он видняшка ходит. В награду послала ему воздушный поцелуй, ответив обморожительной улыбкой. Ах, сестрица говорит, что он в нее влюблен. Какая вы, умышка! Ну, может ли брюнет любить брюнетку? Ну, девочки, вы полигант не одевайтесь, сядьте окна. Может, он, конечно, и шурик, может, и порядочный юноша. Ах, мамаша, вы такие глупости говорите. Он такой милашка. Ты, сестрица, заела мою жизнь. Мешаешь мне с ним познакомиться. Конечно, я что, виновата, что он в меня влюблен, а не в тебя. Я нечаянно уронила ему записочку на тротуар. Я написал у себя милом на лугове после. Боже, отчего мне так бьется сердце? Мы с сестрой подрались. Она подлая, она мерзкая завистница. Он в меня влюблен. Он сегодня остановил городового. И долго говорил ему что-то. Поглядывал на нашу окна. Интригу затевает. Тиранный деспот его мужчины. Ну, как ты хитрый и прекрасный. Сегодня приехал брать Сережу. Его вызвали в полицию. Гадина, мерзость! Оказывается, он все эти двенадцать дней выслеживал брата, который расплатил чужие деньги и скрылся. Сегодня незнакомец на наших воротах написал. Теперь я абсолютно свободен и к вашим сунгам. Скотина показала ему язык. И я тоже. Кто может понять женщину, разгадать ее тайну, услышать ее молчаливый монолог, расшифровать взор ее небесных глаз? Надежда Т. Демоническая женщина. Демоническая женщина. От женщины обыкновенной отличается прежде всего нейронидевация. Она носит черный бархатный подвязок, цепочку, ногу, стилет заворотников, четкий на локте, кольцо с дыркой для отца аниса вокали, которые ей привезут непременно в следующий вторник. Носит она также и обыкновенные предметы дамского туалета. Но только не на том месте, где им полагается быть. Так, например, пояс демоническая женщина позволит надеть себе только на голод. Ой, шутите? Нет, конечно. Кольцо на большой палец, часы на ногу. За столом демоническая женщина ничего не ест. Она вообще никогда ничего не ест. Почему? Общественное положение демоническая женщина может занимать самое разнообразное, но большую частью своей она актриса. Иногда просто разведенная жена. Но всегда, всегда у нее есть какая-то тайна, какой-то мультонный дрым, авторазрым, о котором никто не говорит, о котором никто не видит, он должен знать. Почему? У нее подняты кровь энергетическими заготовыми и перуопущены голода. За столом, вот эти, поставленные вкусными штуками, она опускает глаза, влекомые неодолимой силой, в заливном пороселке. Марья Николаевна, говорит хозяйка и ее соседка, обычная, не демоническая женщина с серьгами в ушах и браслетом на руке, а не на каком-либо ином месте. Марья Николаевна, дайте мне, пожалуйста, вина. Демоническая женщина прикроет глаза рукой, если говорить истерически. Вина! Вина! Дайте мне вина! Я хочу пить! Я хочу! Вы слышите? Вы слышите? Я хочу вина! Дайте мне вина! Я вчера пила! Я третьего дня пила! И завтра пить буду! Дайте мне вина! Дайте мне вина! Смотрите! Я пью вино! Собственно говоря, чего тут трагического, что там обиднее подряд она немножко вбивает? Но демоническая женщина сумеет так поставить дело, что у всех голосы на голове зашевелятся. Пьет! Какая загадочная! И завтра он не будет будет! Начнет закусывать простая женщина с как? Мария Николаевна, будьте добры, кусочек селедки! Люблю лук! Демоническая широко откроет свои глаза и, глядя в пространство, завопит. Это что? Селедка? Да! Дайте мне селедки! Я хочу селедки! Я хочу! Вы слышите? Я хочу пошлости! А что это? Это лук? Да! Дайте мне луку! Дайте мне луку! Я хочу! Я хочу луку! Я хочу селедки! Хочу больше! Хочу больше! Хочу пошлости! Я, тварь! Смотрите! Я ем селедку! Собственно говоря, чего тут необычного? Всего-то разыгрался аппетит и потянула носоленника. А какой эффект? Вы слышали? Вы слышали? Не надо оставлять ее ладу сегодня ночью. А то она непременно застрелится этим самым царистым карем, который ей принесут во вторник. Бывают неприятные, некрасивые минуты из жизни, когда обыкновенная девушка у нее в руках носовой полоток и тупо уперела глаза в этажерку, тихо и дрожащими губами говорила. Мне, собственно говоря, ненадолго. Всего только 25 рублей. Я надеюсь, что на будущей неделе или в январе я смогу. Георгическая женщина ляжет к грудью на стол, подоплет двумя руками подбородок и посмотрит вам прямо в душу загадочными, как с открытым глазами. Отчего я смотрю на вас? Я вам скажу. Я хочу, слышите, я хочу, чтобы вы, именно вы, дали именно мне 25 рублей. Вы слышите? 25, именно 25 рублей. Скорее. Отдавайте. А теперь уходите, уходите. Не оборачиваясь. Уходите. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. О-хо-хо-хо-хо. Истерический смех должен потрясать все ее существо. Даже оба существа. Ее и его. Скорее! Скорее! Не оборачиваясь! Уходите! 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 И он потрясается всем своим существом и даже не сообразит, что она всего-навсего перехватила у него четвертную без отдачи. Как? Она сегодня была такая странная, знаете, даже загадочная. Сказала, чтобы я не оборачивался. Да, здесь чувствуется тайна. Тайна! 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 В Грузии лучше, там все по-другому. Больше денег, больше геройства и больше вина. И ближе рука к основанию ножа. Девушки Грузии строги и терпеливы. Им вслед не шути. Баррикады их пышных ресниц неприступны. О, Нателла! Ты чаша на беру породатых и сильных. Ты грустный водит, долетевший до нас из неведанных окон. Ты ливень, который застал нас в горах. И дерево, под которым мы укрылись от этого ливня. И молния, разбивающая дерево в щепки. Ты юность прекрасной страны. Так, это вы, Арчелло Арсавович. Зачем же вы пришли? Я давно сказала, что не буду вашей женой. Однажды вы уже отсидели 15 суток за драку с кровавым результатом. Разве вам этого мало, Арчелло Арсавович? Я стал другим человеком, Нателла. Я в институт поступил. Более того, я студент. Вот это трудно поверить. У меня есть тетради и книги. Есть учебник под названием «Химия». Хочешь взглянуть? Взятку кому-нибудь дали. Представь себе, нет. Бесплатно являюсь студентом-заочником. Я рада за вас. Так вернись, Нателла. У тебя будет все. Патифон, холодильник, корова. Мы будем путешествовать. На чем Арчелло? На карусели. Не могу. И все обаяние к вам. Я изменился, Нателла. Потом и градом мне все достается. Не могу. В Ленинграде, увы, ждет меня аспирант Робинович Григорий. Я даваю ему слово. Я тоже выучусь на аспиранта. Прочту много книг. Я уже, можно сказать, прочел одну книгу. И как же она называется? Она называется «Повесть». И больше никак? Она называется «Серафимович». Лично я импонирую больше Толстому. Я прочту его книги. Пусть не волнуется. Тихо. Вы слышите? Ты сказала мне «Век». И по снегу, по снегу ушла. Ночь мучения, мучения прошла. Вы пришли, чтобы убить меня, Гигур Робинович Григорий. Есть маленький. Все только и делают, что убивают меня. Но вы, Барчелло Арсамович, но вы, Гигур Робинович, лишь аспирант Робинович Григорий. Тихо пишет свою диссертацию о каракатицах. Он настоящий мужчина. Я дала ему слово. Кто дал тебе право убивать Бакучаву Нателлу? А кто дал, Вася, это право тебе? Тихо, мальчики, не ссорьтесь. Неверно. Чему лишняя кровь? Не лучше распить бутылку доброго вина? Да, нечем закусить. У меня есть луковица. Я взял ее на случай, если меня арестуют. Будь здоров, Робинович Григорий. Театр Тобу прошу на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Еще благодарите человека, без которого бы всего этого не было. Наш режиссер и творческий руководитель Бураковская Алла Чиновьева. Оставить актеров нашего театра. Они у нас такие переменчивые, одни уходят, другие приходят, все равно потом возвращаются. Главное, что ты остаешься. Да, я пока еще стабильно. Итак, Кирилл Ваген, Тоня Багуш, Женя Ортенгер, Тася без фамилии, уходивший и вернувшийся Миша Элисовецкий, навсегда уехавший и навсегда вернувшийся Кирилл Арак. Наш замечательный Артем Москалец. Девочка без фамилии Маргарита. Наш многоплановый, гениальный призер Олимпиады по физике, областной и городской, Ваня Тунёк. И наша фантастические, гениальная, красивая, яркая Нотелла, она же Амелия. Амелия. Продолжение следует...